Сейчас я вам покажу, как нужно подключать стеклоподъемники. Нам понадобится аккумулятор, сами стеклоподъемники, проводка, ну и кнопочки. Это реющий стеклоподъемник. В чем суть его работы? Тут находится моторчик, тут шестеренка. Эта шестеренка прокручивает эту штучку. Сейчас стеклоподъемник в выдвинутом состоянии. Когда эта штучка заходит вот так вот и поднимается, стеклоподъемник отпускается. К нему проходят два провода от кнопки. Плюс и минус. Это два штекера, которые подключаются к кнопкам. Они соединены между собой тремя проводками. Это сделано для того, чтобы лишние провода не стянуть к аккумулятору. Красный это плюс, черный это минус, а синенький отвечает за подсветку кнопок. Я сделала для вас схему, чтобы было более понятно. Вот видите, тут получается одного пина нет и тут тоже. Кнопка получается располагается вот так вот. Сейчас вместе разберем. Первый провод, который выходит из штекера, это синий получается. Он отвечает за подсветку. Он подключается к плюсу габарита, чтобы кнопка горела, когда вы включены габариты. Черный провод, это масса. Мы его подключаем к минусу аккумулятора, под ним красный провод. Это плюс. Мы его подключаем к плюсу аккумулятора. Получается, плюс и минус протягиваются к аккумулятору для того, чтобы стеклоподъемники работали при выключенном зажигании. Белый и серый провод, ну коричневый, они подключаются к моторчику. И если у вас неправильно, то есть наоборот работают стеклоподъемники, вам нужно будет просто поменять белый и серый провод местами и у вас все будет работать хорошо. А шестой и седьмой это масса. Я вам показала схему штекера с водительской стороны, с пожирской стороны все то же самое, просто тут вот эти три проводка, подсветка, минус и плюс, идут к этому штекеру, чтобы не тянуть лишние провода к аккумулятору, а это уж у нас к моторчику идет. Сейчас я вам все наглядно покажу на своем примере. Вставляем штекер. У нас получается, опять же, нет пина и тут пустое место. Сейчас мы берем вот эти провода. Я их куплю к аккумулятору, чтобы показать вам. Теперь берем вот эти два провода и подключаем их к моторчику. Я не знаю, сейчас правильнее я получаю, но, как я вам уже говорила, можно их просто поменять местами, все заработает правильно. У нас получается, от штекера идет три проводка, плюс-минус, и синенький, опять же, подсветка. Я сейчас попробую ее вам показать, не знаю, на свету будет видно или нет, эту подсветку. Такой, что он как-то так, ну, ну, вообще, не видно, да? Потом идет два провода к моторчику. Сейчас вот одно и проверим, правильно ли я подключила. Правильно. Нажимаю, все опускается и поднимается. Надеюсь, вам было все понятно, и сейчас уже вот так вот все мы устанавливаем в машину. Всем пока-пока, подписывайтесь!